я на самом деле наверное спасибо что пригласили просто вкратце поделюсь собственным опытом но наверное изначально на всем надо было подумать и обсудить наши задачи то есть то что не происходит никакого гендерного там давления на женщин в атомной отрасли но она абсолютно очевидно да эта цифра подтверждает процент женщин руководителей на ведущих постах а нужно ли юль чтобы он был большой я не я не я в этом не уверена я абсолютно в этом не уверена потому что это зависит от человека и это слишком сложные технологичные области не каждый раз нужно взваливать на женские плечи эти вещи у них есть гораздо больше более важные задачи по именно созданию среды созданию среды в которых наука может развиваться по созданию среды в которой бизнес может развиваться и так далее то есть вот на мой взгляд если говорить про женщины и ядерные технологии как это написано у нас название я бы говорил не о лидерстве давайте мы тут сейчас займемся важные посты и тогда технологии вот более прогрессивными а там собственно как в этом процессе себя ощущать чтобы это было комфортно потому что только ощущение от собственного там значимости в процессе наверное мы получаем к это моральное удовлетворение в работе это важно и тогда мы стремимся сделать все больше и больше да в отличие от мужчин и женщинам надо немного их надо чуть-чуть похвалить и дальше они побегут значительно быстрее вот это вот как бы на мой взгляд да и наверное второе в чем были бы очень полезны вот такие мероприятия действительно огромное количество знаний техники и особенности нюансов и нам не всегда бывает удобно осознаться собственном незнании каких-то деталей вот особенно среди тех людей которые не из мифи пришли в атомную отрасль до пришли из других отраслей не всегда все знают по своему опыту я знаю что там даже супер профессионалы которые приходят к нам из других отраслей первые полгода от наших аббревиатур просто падают в обморок ничего не понимают и это взрослые состоящиеся мужчины с наивным видом пытаются сделать вид что да да конечно но и а мы еще любим спекулировать в отрасли по этому поводу вот поэтому да вот если с точки зрения там такого просвещения понимания вхождения наверное это было бы лучше потому что лидерство или не лидерство все зависит от того нашел ли ты свое место нашел ли ты свое направление насколько тебе в нем интересно и ты хочешь двигаться дальше если все эти составляющие сходятся ну тогда можно сказать о том что ты состоялся и можно назвать лидером не лидером не суть важно я точно понимаю что лидерство и первое лицо это не всегда одно и то же вот прошу прощения за вступление просто я хочу чтобы мы каждые ушли отсюда может быть атом с задачами на будущее и с вопросами которые мы друг другу позадаем чтобы чтобы что-то прояснить для себя следующий все очень просто буду рассказывать про компанию компанию в себе себя в компании извините ради бога и да и компании в себе никогда не ожидала что окажутся в росатами хотя мой отец виде физик ядерщик попала абсолютно случайным образом причем имела очень четкую установку всегда что я работаю только в консалтинге что мне не интересно работа инхаус тем не менее я попала сюда абсолютно в общем была очарована этой истории вот и и в общем на сказать что совершенно не разбиралась машиностроение то есть и машиностроение и позиция директора по персоналу выглядит мне абсолютно новое вот поэтому мне очень повезло потому что 8 лет вот которые я работаю компания развивалась и мы на сегодняшний момент это машиностроительный дивизион который имеет еще ряд других областей в которых мы производим оборудование это судостроение это ледоколы это газно-техимия это металлургия это теплоэнергетика то есть деятельность очень разнообразная это все произошло не сразу это накапливалось постепенно поэтому был такой постоянный процесс челленджа и у компании соответственно меня дальше ну здесь вот мы подводили итоги как все это начиналось начиналось все это с двух предприятий там в какой-то момент мы поняли что количество юрли зашкаливает начали оптимизироваться в общем смысл в том что на сегодняшний момент мой ведущий производитель всего того оборудования для атомных станций российского дизайна которые производятся в россии за рубежом можно следующий слайд это большое сложное технологичное оборудование и параллельно мы постоянно осваиваем что-то новое вот придя в компанию для меня важно было ну первое как любому и чару быть полезной поэтому все что делалось вначале это было там развитие чаров хорошем смысле слова подбор правильных людей команда образования и так далее для меня было важно чтобы люди ради которых я это делаю ну это ощущали на себе и давали обратную связь что они видят результат моей работы это был первый этап в конце концов мы получили какие-то мыслимые и немыслимые призы значит все это дело освоили и дальше я стала ощущать что нельзя оторвана заниматься функция бизнеса потому что для того чтобы все руководители компании в дивизионе в отрасли разговаривали с тобой на равных нужно понимать о чем ты говоришь а поскольку в общем все это железо это не совсем интересно я вам честно скажу для женщин точно вот волей-неволей пришлось это дело все как-то осваивать вникать и вот когда мы начали разговаривать пуле-менее да и безусловно у меня нет такого технического уровня знания да чем у наших руководителей но когда они стали понимать что проблема которым они мне рассказывают я воспринимание только по-женски да что там я их жалею потому что это сложно потому что это там всегда отношения коммуникации в любом случае да и все это в конце концов сводится к стандартным житейским проблем вот но когда я начинаю давать в ответ реплики понимающие что я в общем как-то в теме вот доверие выросла выросло доверие и ко мне стали обращаться с вопросами это для меня был просто огромный плюс потому что я стала ощущать себя не только с точки зрения сервисные услуги да как и чара но и с точки зрения никого там и чар бизнес-партнера который может помочь руководителю предприятия решить какую-либо проблему и он доверяет в этом отношении ну вот поэтому хочешь не хочешь пришлось тянуться в бизнес участвовать в обсуждении каких-то проблем связанных с техникой с вопросами там с коммерческими и так далее можно следующий слайд все это происходило довольно быстро просто чтобы было понимание до 12 год портфель заказов 99 миллиардов рублей на сегодня 450 ну то есть скачок колоссальный до выручка за эти годы выросла там в два раза в двадцатом году она еще растет практически в два раза то есть компания постоянно сама развивается и нужно было ее догонять вот но в этом я хочу сказать что я действительно все это время получала огромное удовольствие потому что когда ты вместе с компанией двигаешься не отстраиваешься отдельно в своей функции в своей задачи до в своем направлении а пытаешься расширить горизонт это дает максимальное какое-то удовольствие вот до двигалась я до такой степени что можно следующий слайд что появилась новое бизнес направление она моё нам не очень интересно речь идет о чистой воде а ну женская на мой взгляд вот потому что все таки она вызывает очень приятные ощущения вот мы говорим об опреснении мы говорим о разных водоподготовительных установках и я надеюсь что в общем это там один из перспективных отраслевых продуктов которым мы дальше будем заниматься но все что происходило происходило через вовлечение через некоторую ломку себя потому что иногда честно скажу не очень интересно разговаривать про какое-то железо особенно когда конструктора погружается в это и глубоко закапывается в мелкие детали вот но когда ты понимаешь как из этого сделать какой-то интересный продукт результат и и и выстраиваешь это ты же получаешь большое удовольствие вот собственно все что все чем хочу поделиться вот не знаю насколько правильно или нет вот да собственно все можно просто пользуюсь случаем хочу вам задать у меня появилась вот как бы такой сразу у нас еще спикер подошел но я просто мне очень захотелось узнать что я знаю что все таки же как вам как вам помогло сформироваться вот как личности руководителю все таки же потому что вы знаю так таким все таки же важные уроки прошли для нас женщин я просто для меня это лично интересно для что известно что любой успешный человек он имеет взлет и падение что какие какие-то важные что сформировало вас все таки же какие тут можно чтобы не забыть какие-то это для всех нас мне кажется любой женщине интересно то что я знаю очень сложно сложно вы приходили очень сложный путь стать таким лидером сформировала мама с папой дали правильно заложили систему ценностей вот потому что что вот вы вот все таки же вы отличаетесь от нас но я говорю в этом плане что отличаетесь просто уже стали заместитель генеральный у нас тоже очень много здесь других лидеров других направлений но заместители генерального для нас это уже какая-то точка более высшие по сравнению позиции чем другими мотивировала кредит доверия со стороны руководства это важно но когда люди от тебя ждут и доверяют наверно появляется дополнительная мотивация мотивировала то что можно сделать наверное чуть больше чем ты делаешь на своем месте властные амбиции мне кажется у всех присутствует так или иначе не основной двигатель а какой урок вы все-таки шесть всего вот этого но это чисто вот урок знаете какой помните старое американское кино крэмер против крэмера когда разводился джастин хоффман со своей женой 70-х годов кином они делили ребенка был мировой скандал и все-таки он забрал ребенка себе когда у меня спрашивали ну как же ты вот это вот все он будет ну нужно жить им когда тебе тяжело когда ты не хочешь слушать про уроки кто тебе хочется полежать и и посмотреть телевизор и тогда это же самое но то есть если ты понимаешь что ты пришел на работу и живешь этим вот в этот момент то нужно отдавать этому столько сколько от тебя требуется много или мало я не знаю это не мне судить но если люди ждут если люди просят но значит надо значит надо это дать и вот собственно так иногда это бывает очень тяжело так вот или что да и сразу возник еще один вопрос а все таки же как вам удалось совмещать работу семью деть то что вы знаете что вот это было сложно вот это совмещение и выйти я уверен женой матерью совмещать и работу и вот такой профессиональный рост и такую ответственную работу не знаю так получил то есть вы не не жалеете то есть вот все вот не жалеете я имею ввиду совмещение она была словно я не потеряла ничего в том процессе пока я доходила до этой должности вот я хотела уточнить ну отлично все это шо гармонично в жизни пошла что большая высокая бизнес руководитель в таком предприятии хорошо